Мы начинаем. Вопросы и ответы. Есть кто-то, кто хочет спросить? Спросите. Баба Джи, мне пришла такая ситуация сегодня в Метической Розе. Была медитация в Метической Розе. И я увидел ситуацию, что человек, который на пути, духовный человек, хочет, ну, его душа, может быть, хочет попасть к Мастеру. И он мог бы попасть к Мастеру, у него есть для этого время, есть деньги, все возможности. И тогда приходит ум. И ум пугает человека. Ум предлагает какие-то соблазны, чтобы только не попал человек к Мастеру. Если человек верит уму, соглашается с ним, то с ним все становится хорошо, а иначе его жизнь превращается просто в ад. И если человек верит у него, то его жизнь превращается очень комфортно и красиво. Но если он пытается идти к Митической Розе, то его жизнь превращается в помощь. И он понимал, что все проходят через эту стадию, это обязательно стадия. И он понимал, что все проходят через эту ситуацию. Он понимал. Гоу, по помощи? Не, по помощи. Смотрите, по помощи. Да. На, по помощи. По помощи. Если они пытаются идти к Мастеру, то все это разрушает, и он пытается разрушить, чтобы сделать плохие вещи, чтобы они не смогли попасть в эту ситуацию. Он говорит, что если человек соглашается с умом и не идет к Мастеру, то это более грустно, чем смерть близких людей. Это очень грустная вещь. Но мне так прошло. Может, я не прав? Как он сказал, что это еще не человек. Он сказал, что один человек имеет возможность, но не принимает возможность. Более грустно, чем смерть. Очень грустно. И как помочь? Есть какой-то совет, чтобы человек мог сделать этот шаг, не послушать свой ум? Как это сделать? что этот человек не слушает его mind? Как это помогает этот человек? Он не слушает его mind, он не слушает его mind, он не слушает его mind. Что это? Вы понимаете, что это? Жизнь развивается постепенно, в сторону мудрости, в сторону зрелости. Мудрость у всех. Мудрость против медитации, против Мастера. Вчера я говорила, что он никогда не разрешит вам идти к Мастеру, потому что он там умрет. Так что все люди в мире с умом, но очень мало, кто хочет идти к Мастеру. Итак, сначала, вы должны идти полностью с умом. И сначала вам нужно полностью, тотально пойти с умом. И нужно выстрадать всю жизнь. И нужно выстрадать всю жизнь. И знать, узнать со всех сторон эго. Before, till you don't understand, ego is sadness, or life is sadness, because mind, till you not coming this way. So, coming to a spiritual way, spiritual journey means you know almost everything. And this maturity, it is not like our new, this life. And this maturity, it is not like our new, this life. Many, many lives you have. And every life giving you some understanding, some maturity. Then you can come, mind can come. When he looked at everything, not find anything, not satisfied, then you can come and start with it. Because this is the last ending. Because this is the last ending. And now I am fed up, and I will get, now I want to come, finish myself. So, everybody will not come. Even in your family. Maybe you coming, your wife not come, your parents not come, your child not come. In gradually development, look like one young boy start the meditation, like 23 years, 25 years, and his father, his grandfather, 80 years, 60 years, they don't interest. So, this maturity, it is not like you are 23, and your father is 55, and your father is 18. No matter. Everybody has own maturity, coming with when he was born. Otherwise, 80-year-old man has to understand more. Even he looks already the mind game, ego game, he has seen. And 23-year-old boy is just a new start. He has to go to look the all world, all mind, all ego game. But this you don't know, what you gain past lives. How much you are mature. You gain in this time, maybe like you going to universities. So this world also like a university. Somebody is 5th class, somebody is 8th class, somebody is 11th class, somebody is 13th class, somebody is 16th class. So who are as much as higher, they will understand the world more. Meditation makes you understand the mind, understand the ego, understand the world. Медитация дает вам понимание мира, понимание ума, понимание эго. И то, что вы понимаете, вы идете за пределы этого. И то, что вы делаете в этой жизни, вы делаете много раз в прошлых. Ничего нового вы не делаете. Что-то, что вы делаете, вы делаете много раз. Например, вы хотите девушку, хотите отношения, зарабатываете деньги, власть получаете. И вы идете снова и снова. Это как привычка. Хабит, вы знаете. Если вы, например, любитель выпить, большой любитель. Вы надоело это. Вы хотите от этого отвязаться. Но ничего не в ваших руках. Когда вечер приходит, и ваши ноги сами идут в бар. Это как привычка. И ум вообще живет привычками. Чем больше у вас привычек, тем сильнее ваш ум. А привычки приходят из бессознательного. Много раз вы обещали, ну все, я больше этого делок не буду. Так что, если девушка и девушка, и парень ее бросил. Она говорит, что все, я не хочу больше ни одного парня видеть. Я ненавижу всех парней. Даже я возьму автомат и перестриляю всех парней. Но, окей, два, три, четыре месяца, она уже начинает поглядывать в сторону парней. А парня, например, в такой же ситуации на девушек посмотрел. Потому что привычка. Привычка – это значит, что вы не можете без этого. Может быть, вам даже и не нужно. Но привычка заставляет автоматически действовать ваш ум и тело. Так что ум всегда живет привычками. Поэтому я говорю, что что бы вы ни делали в этой жизни, вы уже делали тысячу раз в других жизнях. И когда вы делаете медитацию, и вы посмотрите на вашу жизнь, посмотрите на вашу мозгу, и вы делаете то же самое, то же самое, то же самое. Вы увидите, что в медитации, что опять и снова происходит, и в вашей жизни есть одни и те же ситуации, одно и то же, одно и то же. То есть понимание приходит. И только с пониманием Вы можете идти к природе с любви. Каждый день вы курите сигареты. Что вы от этой привычки получаете? Поджигаете, 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 выдыхаете дым. Никакого здоровья от этого нет. Даже на пачке написано, что это опасно для жизни. И все курильщики знают, что это плохо для здоровья. И они бы хотели отбросить эту привычку. И иногда даже пробуют это сделать. И иногда они идут в церковь и обещают, что они никогда в жизни больше не запурят. И никогда не принимаю наркотики. Но опять, когда вы посмотрите на некоторые вещи, «Ах, аааа, аааа…», «Через несколько дней?» «Ну ладно, чуть-чуть, я вам сейчас покушу». «Стоя разница, все в жизни происходит во всем». Так что, когда вы приходите в речи, то что вы понимаете почти все. Вы больше не заинтересованы во внешнем. Вы знаете, что внешнее не принесет удовлетворение. Куда бы вы ни ходили, то есть вот это принесет несчастье, вот это, вот это, вы сходили, получили и поняли, что остались с пустыми руками. И вот тогда эта мудрость позволяет вам развернуться спиной к уму и пойти в сторону духовного развития. И вы понимаете, что ум просто сводит вас с ума. Он просто лжет мне. Я не хочу больше участвовать в его играх. Он все время хочет чего-то внешнего. И вот когда вы познаете это, тогда вы начинаете настоящий поиск себя. Не все придут. То есть, когда у кого-то время приходит, мудрость приходит и начинается поиск. Это зависит от того, когда его время придет. Может быть, он готов, его мозг готов, нет проблем, чтобы сюда приехать. Он решил, что он придет. И в последний момент, я должен делать это, я должен делать это, я должен делать это. Или я не хочу. Это значит, что его время не пришло. Это значит, что его время не пришло. И не надо об этом беспокоиться, абсолютно. И даже не нужно беспокоиться о ближайших родственниках, о маме, папе, мужу, жене. Когда их время наступит, тогда это точно случится автоматически. Когда их время придет, даже если ты их будешь уговаривать, останавливать, ничего не поможет. Когда их время приходит, вы никого не будете слушать, вы пойдете напрямую к мастеру. Даже если ваш мужик борется, папа борется, мама борется, вы не будете слушать ничего. Даже если все будут против вас, и отец, и мать, и ваша жена, вы никого не станете слушать. Так что его время еще не пришло. Иногда даже такой можно видит, вот кто-то идет, подходит к двери и вдруг разворачивается и уходит. Может быть много времени ждать, когда мастер приедет, я обязательно пойду, и когда уже подходили, вдруг раз, и снова развернулись. Не волнуйся, его время еще не пришло. Когда это случится, он автоматически придет. Все происходит в существительности. Когда он будет достаточно мудр и достаточно зрел, он обязательно появится. Не нужно грустить о других. И не нужно подталкивать никого. Если кто-то задает вопросы про медитацию, то можно пригласить. И если, например, 50 человек делает медитацию, это не то, чтобы вы получаете одно и то же. Кто-то очень высокое ощущение, кто-то меньше, кто-то меньше, кто-то меньше, кто-то ничего. Потому что у всех совершенно разная степень зрелости. У кого-то просто первая чатра открыта, у кого-то вторая, у кого-то шестая, у кого-то четвертая. В зависимости от того, где энергия ваша сосредоточена, у ваших вниманий будет согласна. Но если вы идете медитировать, то больше и больше новых центров открыты. Во время медитации, когда вы будете продолжать регулярно, все новые центры будут открываться и вы будете получать новый опыт. Не нужно беспокоиться. Вам нужно беспокоиться о себе. Вам стоит оставаться навсегда с медитацией. Вам не нужно уходить от Мастера. Мастер в вашем городе. Мастер в вашем городе не хочет. В следующий раз, завтра посмотрю, так же бывает, даже у тебя. Вам нужно быть внимательным относительно себя. А другие, когда их время придет, тогда и придут. А что ты там говорил по поводу ада? Ну, я так понимаю, что это случается с каждым человеком, который уже знает, даже мастера. И когда собираешься на ретрит или на ступень или в Индию, наступает вот этот момент, когда ум устраивает ад. Да. Как мы знаем, что он сказал, например, когда вы идете, предпочитаете идти на ретрит, даже в Индии или в Индии, или в Индии, здесь, в Соксар. Можете дать эту выбору и обеспечить человеку? Дать ему желание или другую способность идти, не идти. И все люди идут через это. О, что он должен быть в среду, не хотят. Он не хочет, что бы вы были с Мастером. И он не хочет, чтобы вы были с Мастером. И он не хочет, чтобы вы были с Мастером. Есть очень хорошие варианты для него. Сначала сделай это, потом ты свободен, и ты поедешь. А, в Индии вы хотите поехать, а сейчас вы пойдете на 10 дней, когда у вас есть 1 месяца, тогда вы пойдете. Так что он может предложить много вариантов. И если вы его слушаете, он отлечет вас. Он очень умный и очень хитрый. И сейчас, когда вы идете более высоко, более близко, тогда он становится более податливым. А вот чем выше вы идете, тем он становится более мощным. Когда он выглядит, когда он действительно правильный момент, когда он должен закончить, он становится очень мощным. и когда он видит, что вы подходите к этой грани самой важной, вот тогда уж он покажет свою силу. Он будет вам показывать, как самого большого демона. Мастер не показывает, что Мастеру его любовь. Он говорит, что Мастер – большой демона. Он будет вам показывать его дьявольское лицо. Он убивает не ваше тело, а ваше эго. Вы входите в любовь, ваше эго тает, вы входите в осознанность и ваш ум исчезает. И если вы не готовы к этому, вы убежите. И также вы, кто и любит Мастера, и любит Мастера, вы тоже любите Мастера и любите Мастера. Вы все-все боитесь медитации. Потому что когда вы действительно попадаете в пространство медитации, становится очень страшно. А кто боится? Мастер очень напуган. Он знает, что если он не будет проходить несколько шагов, и с ним будет покончено. Много раз люди начали практиковать медитацию. До этого медитация очень радостная, очень радостная, очень счастливая, очень радостная, очень радостная. До этого все очень хорошо. И когда медитация приводит к вам правильным точкам, правильным точкам, как вы видите свой ум, когда вы смотрите и начинаете медитацию, ум, 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 ум. Даже секунды нет перерыва, только ума. Бесконечный поток мыслей. Даже думы идут как большая экспрессия. Вы не можете их поймать. Вы не можете понять, что происходит. Но все эти мысли приходят из вашего бессознательного. И если вы смотрите свои мысли, эти мысли трансформируются из бессознательного. И осознанность, вы не знаете, сколько у вас есть. Осознанность не работает с вами, когда ситуация формировается. Но это вы не можете проверить, сколько у меня осознанности. И поэтому, сомнанаси делают медитацию 3 лет, 5 лет, 15 лет, 20 лет. И они говорят, что в принципе ничего такого не происходит, ничего особо не меняется. Но в любом случае, если вы сидите в практике и видите ваш ум, наблюдаете его. Когда очень много мыслей появляется, не бойтесь. Когда очень много мыслей появляется, не бойтесь. Это просто вот такое испытание. Испытайте себя, скажите Ому, ну давай все мысли свои, вот сколько можешь, давай. Я все это буду смотреть. Я все это буду смотреть. Я все это буду смотреть. И это пройдет какое-то время, прежде чем он потихонечку успокоится и его станет меньше. И однажды, в один день, его энергия абсолютно растет. И когда сознание, энергия осознанности, начнется. Сначала энергия тела исчезнет, затем энергия ума, и тогда осознанность остается. Это вот такие ступеньки, такие слои. Но это только когда вы смотрите, смотрите, сидите, смотрите. И это произойдет через наблюдение, через внимание. So just go on, sit and sit and watch. And say whenever you want, take distance, I'm ready. If I'm not getting anything, it means I'm not ready yet. И если ничего не происходит, это значит, что я еще не готов. Моя подготовка еще не закончена, не завершена. Не обвиняйте ни мастера, не обвиняйте существования. От мастера с мастера, Он может просто за одно мгновение дать вам все. Он самый большой даритель. Вам нужно открыться. Вам нужно быть самым большим приемником. Если вы получаете все, то можете получить все. В Однажды, только один город. Будда-тайм, это случалось во времена Будды. Будда дали сацанки. Один парень пришел в деревню. Он спросил, что Будда меняет людей. И люди сказали, что садсанги у нас есть. И этот мужчина пришел к Будде. И его упал в ноги и сказал, что я слышал, что ты меняешь людей и трансформируешь. Он сказал, что ты можешь меня изменить. Будда посмотрел, положил руку на голову. Несколько минут. И в него Омкар Баджан начался. Омкар, весь тело превратилось в Омкар Саналис. И свет начал излучаться. И тогда Будда взял его за руку. И этот парень у него две слезинки. Он сказал, что да, ты сделал это. Ты меня изменил. Теперь я видел, что я не тот, который в прошлом. У меня огромные вещи, огромные вещи. Что-то случилось со мной, я не знаю. И он просто поклонился благодарности и ушел. Один из учеников Будда, Анамда. Он сказал, а что с ним случилось? Мы видели, что вот он подошел к тебе. Что-то спросил, вот не можешь ли ты изменить меня. Ты положил ему голову на голову руку. И мы видели, что за несколько минут этот парень полностью изменился. Что случилось? Что случилось? Мы очень удивлены. Будда сказал, что да, он был полностью готов для этого момента. Он был полностью готов для этого момента. Просто ему нужно было последнее прикосновение. И вот за чем он пришел, и я дал ему это, и все случилось. Он ушел в медитацию навсегда. Он ушел в тишину навсегда. Он ушел в тишину навсегда. Он ушел в тишину навсегда. Он ушел в космосе. Я скажу, что вот так быстро? Это самолеты так быстро? Ксилая минута? Мы с тобой тут 15 лет уже сидим? Никто не слышал никакого звука Амкар, не слышали, Он жилья на деньги. Я говорю, что он был готов. Он был точно на границе. последний вот такой толчок нужен был и он получил. Вы не там просто еще, но если вы сидите, сидите, сидите с мной, вы приходите там. Однажды вы тоже подойдете к этой границе. И тогда, если я ударю или не ударю, это будет случиться. В этом смысле, каждый на своем пути зрелости, в своей стадии. И когда бы вы не начали практиковать, он никогда не понравится. Он столько аргументов приведет. Даже он может создать такие ситуации. Даже если вдруг вы готовы к Мастеру, и вдруг ваш сын заболевает. Или с вами какой-то случай такой несчастный. Вот так, чтобы вы не смогли. Он действительно может создавать ситуацию, вдруг раз, и сами сильно заболели. или что-то даже серьезное может случиться. Даже что-то, что вы хотели, много лет, ничего не случилось, и так случилось. И я говорю, чем ближе вы подходите к моменту просветления, и особенно, если вы очень близки к этому. Все боги придут к вам. Бог денег денег денег. Миллионы, миллионы, миллионы. Но только отхажись от медитации. И скажет, нет, бог власти скажет, я тебя сделаю президентом. Я могу тебя сделать королем. Но только не практикуй. Но только не практикуй. И вся, вся вот сила, власть придет. Потому что, в Индии, богатство Лакшми. И Лакшми приходит, сидит на ногах, и говорит, я хочу служить тебе. Белый, красивый, красивый, в которых вы никогда не видели такой красоте. Только не практикуй. Много раз такое происходило. И в таком случае просветление не слишком простая вещь. И существование, оно проверит вас много-много раз. Проблемы также дают, и вещи также дают. Лишь бы отвратить нас от медитации. Вот только не практикуй. И тогда природа очень обрадуется, что вы наконец-то не медитируете. Но если ваша жажда реальна, вы не будете слушать ничего. Ничего из этого вам будет неинтересно. Ни деньги, ни власть, ни девушки-спарни. Вы скажите, я хочу покончить со всем одним из собой. Не хочу ничего больше. Вот тогда только просветление будет. И тогда он сказал, да, он готов. Он не хочет ничего больше. И тогда существование поверит, да, вы ничего больше не хотите. Тогда, хорошо. Однажды, издалека в Бугбуде пришел человек. И сказал, я слышал о тебе. Я живу далеко-далеко, в дальней деревне. И там живут одни плохие люди, негативные. Они все время в каждом слове обижают. Они дерутся друг с другом. Они даже убивают друг друга. Очень плохая деревья. В общем, самая плохая деревня в стране. Пожалуйста, приди туда. Может быть, на них повлияет, они поменяются. Принеси туда свой свет. Будда сказал, я не пойду, но обязательно пошлю туда своих учеников. И в то же время, не было ни скоттеров, ни машин. Нужно было на буйволах или на лошадях, в повозках передвигаться, либо пешком. И это было около трех месяцев занимало дорога до этой деревни. Будда позвал к себе десять учеников. Самых-самых таких готовых, зрелых. Очень медитативных, очень осознанных. И он сказал, «Хорошо, идите в ту деревню и принесите Мою весть». Ананда спросил, «Подожди, он же просил только одного человека, почему ты десятерых посылаешь?» Будда ответил, «Давай поговорим об этом через три месяца». Тогда они стоят, «Подожди, уйдут». Они начали путешествие свое, в ближайшую деревню дошли. Один богатый человек, он сказал, «Куда ты идешь? Я не имею сына, я имею так много бизнеса, так много денег, пожалуйста, придите, возьмите мою обучение, и возьмите мою бизнес.» И там они встретили такого богатого человека, который сказал, «Боже, вот у меня есть все, деньги, бизнес, но нет сына, пожалуйста, пойдемте кто-то ко мне и позаботьтесь обо мне, о бизнесе». Один из учеников сказал, «Я останусь тогда с ним, а мы идите дальше». «В следующей деревне», «Конг сказал, «Куда ты идешь? Что ты делаешь? Я даю тебе огромное, огромное, что ты медицинский». И там они встретили короля, который сказал, «А куда вы идете? Вот я сейчас дам вам всю власть». «И один остался тоже в роли министром». В следующей деревне, «City queen girl». «City girl». «Beautiful». «Like a world queen, like a city queen». «She's seen eight boys, very joyful, very graceful, very joyful. She said, «You like them, you like them. Other boys are nothing. No, no boys are nothing. She called them, please be in my district, my palace. So one is stuck there. So, slowly, slowly, every city, something happens. And after three months, message came from that village. very thankful, very grateful, very grateful. You send one man. And after three months, Ananda said, «Как один?» And I said, «Better, very very good, even he reached. even this message came, okay, very good, one man came in. And when this message came, okay, very good, one man came in. Because there is so much desire. Because there is so much desire. And that happens. Many times happen around me also. My disciples are doing meditation, leaving the home, living in Ashram for 11 years, 15 years. And they fed up with meditation. Enlightenment, enlightenment, not getting enlightenment. Then he said, okay, finish. And he said, «What the hell?» «All right. I want girls. I want money. Because girls, you have money not possible. I said, okay. Go. Now he is looking, Look at money. Because money. He wants money. He wants money. He wants money. And he wants money, И вот он каждую неделю новая девушка, очень-очень часто он их меняет. И он спросил тогда вот того, ну как ты, я всметил. И правильно ли я высыпаю или нет, потому что я вроде бы получаю то, что хотел, но я не получаю удовлетворение, я себя теряю. А сейчас он говорит, все, мне надоело, я не хочу никаких девчонок, хочу вернуться во шрам. А сейчас вот все, минимум 100 девчонок, тогда он подумал, будет полностью удовлетворись. Заработай кучу денег и вот устрой себе в Индию райскую жизнь полным девчонок. Это желание привычным образом в вас возникает. И даже в то же время, когда он в основном уже был вне ума. Ничего. То есть не было в уме. Ничего. То есть не было в уме. Вот он как бы попадал в это пространство. И я знаю, что он достаточно близок. Я знаю, что он достаточно близок. Но, когда вы очень близко к этой черте, природа не дает вам этого сделать. Она не хочет, чтобы вы были просветлены. Она хочет, чтобы у вас были отношениями. Чтобы вы были с материальными вещами заняты, бизнесом. Чтобы у вас были с детьми и вы заняты. Когда у вас дети появляются, природа счастлива. Потому что она хочет творения. То есть чтобы человеческий род продолжался. Но когда вы не идете, идете против природы, она пытается вам помешать. Но если вы не слушаете, не слушаете, не слушаете, ни первый, ни второй, ни третий раз. И просветление случится. Вот тогда вся природа пойдет к вашим ногам. И тогда она скажет, что кто-то пошел за границей меня, кто не мой раб. И тогда все. И тогда все. И тогда вся природа, все растения, все деревья, все птицы, они просто поклонятся вам многие. Потому что пересечь или выйти за пределы игры ума, это непросто. Ну а если кто-нибудь освободился от этих пут, то вся природа с благодарностью поклонится. Каждый листочек, каждый листочек в благодарности склоняется. Наконец-то человеческое существо стало Богом. Один человек стал существованием. С его индивидуальностью покончено и Божественно здесь. Вся, вся природа поклонится. Наконец-то мы увидели того, кто вышел за пределы. Это просто проверки от ума. Чем дальше, чем выше вы поднимаетесь, тем более сложные испытания. И это не успешно. Это просто испытание. Когда ты приходишь к Мастеру, Мастер видит, что ты очень с девушкой связан, или очень зависим от своего партнера. Очень близкий и зависимый. И он раз и убирает ваши отношения. Все больше у вас нет девушки, нет партнера. Все один. Одни вы теперь и вам вообще не спокойнее. Окей. Мастер заинтересован в том, что вы остались одни-одинешенки сами с собой. У вас есть большие владения. Ваше пространство. Ваше сознание. Никто не может украсть ваше сознание и пространство. И ничто не может сжечь его. И когда вы осознанно, вы всегда полны. Когда вы приходите к Мастеру, это выглядит очень красиво, но очень красиво. Но на самом деле арт обрущет. Но теперь все зависит от вашей сдачи. Вы знаете. Ошан. Он сделал ошан в Америке. Огромный город. Как в городе. Все было там. И в этом городе, его ученики становились членами правительства. Которые правительства. И в основном власть захватили в этом городе и ученики. Мэр. 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 За три года у них появился собственный аэропорт, собственные школы, больницы, все что нужно для города. И они вырастили огромное количество цветов, деревьев, и все носили мароновые одежды, оранжевые. Выглядело, как это город оранжевых людей. И в то время президент Рейган, все правительство, в общем, было озадачено. Если они так быстро это все будут делать, то вся Америка скоро будет оранжевая. Потому что они из пустыни за три года сделали рай, то всего лишь шесть тысяч людей. В это время все происходило там, и песни, и саксанки, и медитации, и работа. И после три года президент Рейган, который возглавлял эти работы, вот какими-то путями своими поместил его в тюрьму. просто обманули, да, то есть подлог был. И вот он был двенадцать дней, да, ушел в тюрьме. Ученики со всего мира стали спрашивать, что Вы делаете у правительства Америки. И тогда американское правительство сказало, что Вы должны оставить Америка. Мы тебя выпустим, но ты должен покинуть немедленно страну. и он уехал. И тогда он начал посещать страны на своем собственном самолете. Ни одна страна не разрешала даже сесть по самолету. И вот везде во Франции, в Германии то же самое происходило. Америка — большое влияние имеет. Никто из стран не хотел, чтобы Америка стала врагом. И тогда он просто уехал в Уругвай несколько дней, и потом мы уехали и вернулись в Индии. И когда он уехал Америка, уехал Ашрам, Ашрам уже закончился. И вот с того момента, как он покинул Ашрам в Америке, буквально через какое-то короткое время, все, там все прекратилось. 6 тысяч человек, представьте, они отдали все, все свои деньги, все свое время, все свои силы на то, чтобы превратить это в рай. И они просто остались на дороге. Без дома. Даже без единой копейки, чтобы купить хлеб. Но это и был такой большой тест для санисинов. Мастер показал мне и самые шикарные возможности. А вот сейчас я на дороге без ничего. Хорошо. Но многие и рассердились, обиделись на уши и покинули его. Но это вот те, кто не прошел воспитание. Ваша преданность Мастеру действительная. Прежде всего вы говорили, я люблю тебя, Мастер, ты моя жизнь. И вдруг вот что-то случилось, и все, и все, с Мастером уже не хочу. А кто очень предан и сдача, те, они говорили, ну хорошо, куда-то мне не хочет. Чтобы я был, я вот буду следовать за тобой, как тебе нравится. И просто тогда те вернулись в Индию и сделали Машрам там. Везде, где бы он ни появлялся, там Ашрам случался. Всегда вокруг Мастера Ашрам складывается. Потому что Мастеру не нужно это, это нужно очень никому. Потому что там они могут взрослеть, мудреть, медитировать, наслаждаться. И вот именно для людей, для других Мастер делает Ашрам. И Рейган, но кто такой Рейган сейчас особо никто и не помнит. Но через больше лет уже никто и не вспомнит о нем. Может быть, говоря о Бошу, кто-то скажет, ага, вот Рейган, вот он что сделал. Это вот как Иисус, каждый знает Его. Но некоторые люди знают Юдасу, потому что Иисуса знают, в связи с Иисусом. А Ашрам знает все. И вот все популярнее становится. И вот даже он покинул тело, а все еще его известность возрастает и возрастает. Я думаю, вот никто из вас Его не видел, да? Физически. Когда Он был живой. Я думаю, что никто не видел. Это было очень счастливое время. Кто мог сидеть и видеть Его, и слушать вживую. Кто сидел в Его присутствии. Я сидел с Ним много раз. Так же, как вы сейчас сидите со мной. Я сидел с Ним много раз, и слушал с Ним много раз. И я вот так сидел с Ним от утром, вечером, слушал. Это были самые радостные моменты в жизни. И когда Он покинул тело, Он оставил мне все-все. Просто через два месяца. Мое просветление случилось. И тогда он всегда наслаждение и радость. И тогда я не скучаю по Ним. Я не люблю Ним. Я не скучаю по 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 Ним. Никакой разницы. Никакой разницы. Когда вы становитесь просветленным, тогда все Мастера – они одно. И все Мастера – это сознание, а сознание одно одно. Я не скучаю по Ним. Я гиперс, и я хочу скоро, и Вы тоже стали едины. Да, я существование. Я — Брахма. Я — Казминка. Я — Вселенная. Вот что я хотел бы услышать от вас. Вот почему я с вами каждый день. А иначе зачем? Вот такова работа Мастера с учениками. Просто ждать, когда же вот этот день, и как же из дней такое провозглашение случится. И последняя история, и мы заканчиваем. Я много раз уже рассказывала. Одна львица. Она была беременна. Белый ребенок. И она путешествовала. Ей нужно на пути было перепрыгнуть с одной скалы на другую над обрывом. И когда она прыгнула, вот родился ребенок. И ребенок полетел вниз в обрыв. И провалился. И она, соответственно, прыгнула на другую сторону. И все. Малыш встал. Жив остался. И стал бродить. И в тот момент, как раз, навстречу ему шли стал овец. И он не присоединился, так и поплелся. И вот овечки стали о нем заботиться. И стали кормить даже молоком ему. Ну, как мамочки. И он стал расти вместе с этим стадом. Он стал кушать, как они травку, листики. Ну, как отца. И потихонечку он стал молодым львом уже 4-5 лет. И однажды один старый лев проголодался и решил поохотиться. И увидел вот вдалеке группу стадовец. И стал вот в ту сторону бежать. Хотел вот одной палокомиться. И, естественно, они увидели бегущего льва и побежали. Стадо побежало и молодой лев тоже, естественно, с ними побежал. Ах, тогда старый лев очень удивился. Я понимаю, почему овцы бегут. Они все боятся. А почему вот этот сильный молодой лев бежит тоже от меня? Он даже и меня-то может убить. Я, потому что слишком стар. Почему он бежит? Он даже забыл от удивления обо всех овцах. Он стал догонять этого льва. Очень сложно было ему догонять молодого льва. Но, тем не менее, он его поймал. Потому что молодой льв очень быстро бежал. Быстрее чем он. Но старый льв старый льв. Он знает, как поймать. И вот как-то так произошло, он наконец-то схватил его. Молодой льв стал его молять, ой, не убивай меня, не ешь я, бедная овечка. Я очень большой. Не убивай меня, не кушай. Но старый льв не слушал старый льв и продолжал тащить. Он его притащил к берегу озера. И положил его в морду и сунул его в отражение в воде. Молодой льв увидел себя в отражении. И посмотрел, как отражение старого льва. И очень удивился. Я не овца. Я лев, оказывается. Я король. Я не овца. И вот тогда, в тот момент, когда он понял, что он не овца. Первый раз в жизни. Огромный рык в нем родился. И когда он рожал, все листья в этом лесу задрожали от его рыка. И все животные услышали и испугались. И вот этот старый лев – это как мастер. И молодой лев – это как ученик. Мастер хочет показать, что вы не овца, а жилет. И в тот день, когда вы увидите настоящее собственное лицо. В тот момент, когда ваше истинное лицо проявится. Вы увидите, кто вы на самом деле. Тогда огромный вот этот рык внутри родится. И вы скажете, я Брахма. Брахмасм. Я Вселенная. Вот такой огромный мозг, Господи. И иногда вся Вселенная, все звезды. Луна и Солнце услышат этот рык. Хам Брахмасм. Я Брахма. Я Вселенная. Я Вселенная. Я Вселенная. Я Божество. И это ваше истинное лицо. Это вы. И пока вы этого не знаете, вы не знаете ничего. И пока вы этого не знаете, вы не знаете ничего. Вы просто пришли сюда провести время. Будьте готовы. для крика. Такого, когда вся природа упадет к вашим ногам и будет слушать вас. Вот такова работа Мастера с вами. Мастер просто хочет показать вам истинное лицо, кто вы есть, вашу реальность. Он знает, кто он, и он хочет показать вам, кто вы. Иначе в эту жизнь живете, как овцы. Боясь, что другие подумают обо мне. Что они говорят обо мне. Что они чувствуют обо мне. Что они чувствуют обо мне. Что они чувствуют обо мне. Потому что вы не знаете свою реальность. В тот день, когда вы знаете, кто вы, вы больше ни разу не побеспокоитесь. И вы знаете, кто вы. Вы знаете свою реальность. И пока вы не знаете себя, вы будете смотреть на других. А так, что она думает. И даже будете показывать мне, я хорошенькая. Очень образованная, очень красивая. Очень интеллигентная. Очень хорошая, правильная. Очень любящая. Или сладенькая. Даже если внутри там пожар. Внутри столько гнева там. Ну, потому что каждый делает лицо, показывает другому. Почему вы хотите показать-то другим что-то другое? Почему вы думаете о том, как выглядите в глазах других? Потому что вы не знаете, кто вы. Потому что вы не знаете, кто вы. Только поэтому смотрите и слушайте, что говорит ваша жена о вас. Или что говорит ваша мама о вас. Газбен скажет, что ваш парень придет. И вот ваш парень подойдет к вам и скажет, что ты такая красивая, самая на свете. И вы так, ой, я красивая. И вы так скажете. И вы так скажете, что я страшная. И мне страшно, где я все стоялся? Я махаю. Я страшная. Мы как бы зависим от других, что они говорят о нас, это это, потому что мы не знаем, что вы на самом деле. И когда вы станете настоящим в этом вообще, вам будет все равно, что там придет. И кто-нибудь придет, скажет, я люблю тебя, другой придет обидится, скажет, хорошо, и тому, и другому. И вот эта любовь и ненависть, они могут измениться в любую секунду. Утром скажете, я люблю тебя, и через два часа я вообще люблю тебя. А через три часа опять, ой, не люблю. Вы не совершили. Вы даже не знаете, что вы говорите, вы не отвечаете за свои слова, потому что вы не знаете истины. А когда узнаете, кто вы есть, вам будет абсолютно все равно, что вас думают и говорим. Потому что вы знаете, кто вы. С Мастером просто, вы хотите узнать, кто вы. Это и есть духовное путешествие. Потому что живем мы обычно в достаточно лживую, фальшивую жизнь. В действительности вы не знаете, что все равно не знаете, то все остальное не знаете. Это просто иллюзия, весь мир так живет, и бойца трясется от страха, вот как овцы, стадо овец, а они все время чего-нибудь добоятся, а вот львы они как-то не очень. Вот как представитель львов, где бы вы ни появились, все остальное отойдет на второй план. Так что скоро вы должны узнать свою реальность. Только в этой жизни я хочу узнать, кто я. Просто вот эту жизнь живите для того, чтобы узнать, кто я есть. Все. Заканчиваем. В следующие два дня сацанга не будет. А четырнадцатый день это мой последний день здесь. Пятнадцатого я улетаю. И четырнадцатого мы можем здесь снова встретиться. и кто-то еще отдал имена на саньясу и я посмотрю, случится или не случится. И вот кто в саньясу записался, пожалуйста, вы срежими из душа, в белой одежде, без парфюма, без мейкапа. Я хочу вот такими, какими вас существование сделало естественными. Вы, в любом случае, прекрасны. Не нужно делать себя красивым. Существование вас сделало, значит, вы точно прекрасны. Таким образом, никакого декоративной косметики. Просто обычной, естественной, естественной. Ни запахов, без парфюма, белой одежды. Вы приходите сюда. Если саньяса случится, вы получите саньясу. И вы получите домаду, и вы получите имя, то имя будет изменится. И кто хочет саньясу — один, один, один. Все саньясу, каждый день — одну часу минимум медитации. И для тех, кто хочет саньясу получить для вас одно условие, вы обязаны будете каждый день один час посвящать медитации. Иначе не имеет смысла брать саньясу. Если медитация вы не делаете, то не нужно практиковать ежедневно. Это ваша выбор, вы хотите идти к Мастеру, вы хотите идти за существованием. Вы хотите знать, кто вы. Это ваша выбор. Итак, мы в четвертый день будем работать саньясу. И в первую половину часа будет саньяса, и в первую половину часа будет саньяса, и в последнее время саньяса будет праздник. Будем каждое мгновение праздновать. Мы пришли в этот мир, чтобы праздновать. Не нужно быть слишком серьезными. Когда вы слишком серьезны, ваша эго огромная. Когда вы наслаждаетесь, празднуйте. Так что наслаждайтесь всем. Наслаждайтесь медитацией, работой, партнером, семьей. Куда бы вас ни послалось, учитесь, как я могу наслаждаться каждым мгновением. И тогда в жизни прекрасно и нет проблем. И тогда вдруг скажете, о, такой проблем-то нет. Я могу снова и снова приходить. Почему нет? Я могу снова приходить сюда и приходить. Почему нет? Жизнь прекрасна. Окей. И сегодня я говорю, если вы на ретрите, если вы хотите продолжить эту группу, четыре дня больше, то можно продолжить. Я уже сегодня говорила, повторюсь, вы можете продолжить вот четыре дня следующие с группой пройти. Потому что уже половина вы уже сделали, и половина больше. Одна вопроса. Может быть, возможно, приезжайте здесь? Может быть, может быть, если вы хотите продолжить этот группу? Может быть, можно не ждать здесь и придуть в доме? Нет, лучше спать здесь, потому что я не хочу, что твоя энергия будет разрушена. А если вы домой с семьей, то энергия будет разрушена. И мне тоже. Я знаю. Но если вы здесь живете, то это хорошо. Я делаю 15 минут. Но нет, нет мужа. Нет, нет папы, нет папы, нет папы. Никого. Только вы. Если вы одни, я с вами. Когда вы одни, я с вами, в любом случае. Когда вы одни, Мастер больше с вами. И вот эта группа, вы делаете это лучше. Это лучше. И вы тоже едите вегетарианское питание. Это лучше. Хорошо. 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 Таким образом, мы снова встретимся в Ашраме. Кто хочет приехать в Индии, в Решикеш Ашраме. В Гова, в Январе. В Гова, в Январе. И учите, как жить в Ашраме. different energy, different energy fields. Everybody there for self. Knowing the self. So, everybody in the same direction. Когда все одинаково идут в одном направлении, гораздо проще все случается. Делать медитацию в доме отдельно в доме, когда вы делаете с сангхой, вместе с сангхой, это по-другому, и с Мастером это по-другому. Продолжение следует...